Здравствуйте, друзья! В этом видео мы поговорим о применении алгоритма поиска в глубину для оценки того, является ли граф двусвязанным, либо нет. Давайте дадим определение. Двусвязанным называется граф, в котором можно удалить одно ребро без потери связанности в графе. Например, вот этот граф не является двусвязанным, потому что, если мы удалим ребро BD, то это приведет к тому, что одна вершина D будет не связана с остальными вершинами никак. К примеру, вот этот граф является двусвязанным, так как какое-ли из ребер вы бы тут не удаляли, всегда между двумя вершинами будет какой-то путь. На что следует обратить внимание? Когда наш алгоритм поиска в глубину выполняется на каком-то графе, он строит для него дерево. При этом, по сути, алгоритм поиска в глубину перерисовывает граф, просто каким-то образом формируя его в виде дерева и в виде обратных ребер. То есть все ребра в графе делятся на два класса. Либо это будут ребра, находящиеся в дереве, черные ребра, либо обратные ребра, зеленые ребра. Кросс-ребер быть не может. Мы об этом подробно говорили при рассмотрении алгоритма поиска в глубину. Таким образом, мы получаем, по сути, эквивалентный граф, состоящий из двух видов ребер. Один вид будет в виде дерева, а другой вид – зеленые ребра. Обратите внимание, что если убрать из дерева любое из ребер, если рассматривали только дерево, и одно ребро убрать, то мы получим разорванный граф. То есть мы поделяем связанность. Например, в этом дереве, если убрать вот это ребро, то мы получим два разорванных по дереву. Одно такое, одно такое. Но в графе, полученном в результате БФС, есть еще зеленые ребра. Вот эти зеленые ребра, они как раз могут эту связь сохранить. Сохранить за счет того, что в одном из... Если рассмотреть удаляемое ребро, какое-то произвольное, и посмотреть на его вершину Х, то есть вот на это поддерево, если в этом поддереве есть потомок вершины Х, который имеет обратное ребро на предка вершины Х, то это говорит о том, что при удалении вот этого ребра связь между двумя поддеревьями, образовавшимися, останется. Ну, это очевидно из рассудка. Используя это понимание, можно сформировать алгоритм. Немного модифицировать алгоритм поиска в глубину. таким образом, что каждый раз, когда мы возвращаемся из вершины Х какой-то, то есть это момент, тот момент, когда мы готовы эту вершину из стека убрать. мы можем собрать информацию о минимально глубоком обратном ребре, то есть вот об этом зеленом ребре, которое заходит максимально глубоко вверх. Почему максимально глубоко, я же скажу об этом позже. Ну, важно то, что когда мы прошлись по всему этому поддереву и готовы возвратиться назад, то есть больше туда уже не ходить, в нашем алгоритме поиска глубины, мы можем оценить, имея информацию о максимально глубоком ребре, мы можем оценить то приведет ли удаление этого ребра к потере связанности или нет. То есть если у нас есть ребро, которое заходит на родителя, значит мы можем говорить о том, что связь останется в результате удаления этого ребра и мы можем продолжить алгоритм. Как только мы можем, мы поймем, что у нас ребро, вот это зеленое ребро не заходит за предка, то есть оно может в какого-то потомка тоже попадать, то есть под х находится в этой части, за него ли запрыгивает. Это говорит о том, что ударение вот этого ребра оно приводит к потере связанности. То есть мы в этот момент наш алгоритм можем оборвать и сказать о том, что это ребро является мостом и граф не двусвязанным. Значит, почему я говорил о том, что мы пытаемся возродить если у нас есть тут какие-то обратные ребра, мы пытаемся возродить максимально глубокое ребро. То есть максимально поднимающиеся как можно ближе к корню. Значит, дело в том, что нам это позволит больше не просматривать повторно это дерево. на каждых более верхних шагах нам это позволит не просматривать это дерево повторно. Нам достаточно знать максимально поднято это опрятное ребро. Почему нам недостаточно знать какое-то может быть меньше ниже опущенное. Потому что если мы можем на каждом шаге при подъеме вверх возвращать этот максимум и это нам дает возможность повторно не сканировать все это под дерево. А если мы не будем максимум возвращать есть вероятность что мы просто потеряем информацию о том, что у нас есть заход за верх и пропустим ее. То есть наш алгоритм неколепно сработает. Давайте я теперь более формально покажу как работает этот алгоритм. Начнем с нашего не двусвязанного графа. алгоритм начинает начинать свою работу в стартовой вершине А. Он помечает ее единицей и помещает степ. Я сразу буду рисовать дерево которое формирует алгоритм. после А мы идем в вершину Б помечаем ее меткой 2 и помещаем стек. Ну и где-то в дереве формируется следующий узел. после Б мы идем в вершину С помечаем ее меткой 3 и помещаем стек. В вершине С мы понимаем что мы не можем дальше продолжить поиск глубину углубляться. Мы видим следующую вещь. что у нас есть. Обратное ребро в вершину А. Я вымечаю зеленую. У вершины А метка 1. Я выписываю сюда метку 1 и смотрю на метку вершины С. У вершины С метка 3. В вершине А у обратного ребра метка 1 у единственного. Минимум из единицы из одного значения единицы это единица. То, что этот минимум меньше тройки позволяет мне продолжить наш алгоритм. То есть это как раз говорит о том, что есть обратное ребро. Это мне позволяет убрать вершину С из вершины стека, затереть ее и этот минимум перенести на следующую итерацию. есть сюда. В вершине Б я значит из вершины 3 я возвратился на четвертом шаге. И на пятом шаге захожу в вершину Д с меткой 5 То есть когда я стер С из стека я поднялся сюда и опять опустился вниз на вершину Д. В вершине Д я вижу, что я не могу продолжить наш алгоритм. И мне нужно получить информацию о минимальной метке то есть о максимально поднятом вверх ребре. Но у вершины Д нету потомков ей больше некуда двигаться на из вершины Д. Поэтому у нас нету этого значения то есть у нас нету обратного ребра. Вот как раз эта информация говорит о том что у меня нету тут обратного ребра и я не могу продолжить алгоритм потому что у Д нет обратного ребра и по сути удаление ребра Д приведет к разорванности графа. Теперь давайте я покажу формально как работает этот алгоритм еще раз но для уже двусвязанного графа. начнет свою работу в вершине а и пометит ее единицей поместит вершину а в стек с меткой единицей поместит вершину а в стек пометим ее меткой 2 и поместим ее в стек и сразу я буду формировать дерево из А мы пошли в Б пойдем в С уже с меткой 3 мы сюда попадем и это будет следующий потомок в дереве из С мы пойдем в Д уже с меткой 4 и это будет следующий потомок в дереве и с Д мы пойдем в Е с меткой 5 и это будет следующий потомок в дереве и когда мы пришли в Е мы видим что мы не можем больше продолжить наш путь поэтому нам нужно попытаться сделать шаг назад чтобы попытаться нам сделать шаг назад нам надо быть уверенным что при отходе назад к вершине Е удаление этого ребра не приведет к потере связанности значит мы во первых в вершине мы видим что у нас есть возвратные ребра одно ребро есть на вершину А и одно ребро на вершину С то есть я их нарисую так на А и на С у нас есть возврат у вершины А метка 1 а у вершины С метка 3 из этих значений мы выбираем минимальная единица смотрим что оно меньше 5 это позволяет нам продолжить так как у нас есть обратное ребро ведущее за вершину Е вверх то есть это нам позволяет убрать Е с вершины стека чтобы продолжить и перенести минимум на следующий шаг минимум из единицы 3 это единица у нас остается на вершине вершина стека вершина D у нас есть минимальное значение обратного ребра из-под дерева Е это оно равно метке единица также мы видим что есть обратные ребра на вершину B из-д есть обратное ребро на вершину B у вершины B метка 2 то есть мы из значения минимального полученного на предыдущем шаге и из двух выбираем минимум это будет единица мы видим что единица она меньше четырех это позволяет нам продолжить и переносим единицу на следующий на следующую итерацию убираем убираем стек значит мы находимся в вершине C видим что вершина C имеет обратное ребро на A A имеет метку 1 мы из двух этих меток получены одной из предыдущего шага единицы и из этой единицы выбираем минимум этот минимум равен единице единица меньше трех это нам позволяет продолжить алгоритм убираем переходит сюда минимальное значение находясь в B мы видим что у нас есть минимум 1 больше обратных ребро нет эта 1 позволяет B убрать из стека и эту единицу хотя сюда даже не надо приносить единицу потому что для A ничего проверять уже не нужно а является корнем и нам не надо смотреть куда-то наверх просто нету ничего так как мы закончили наш алгоритм обратные ребра расставлены были так что мы на каждом шаге могли удалять вершину стека у нас не было никаких остановов из-за того что не было информации минимальной метки то есть обратно ребре либо оно могло быть еще больше в таком случае надо было снять алгоритм то есть наш алгоритм отработал и мы можем сказать что граф 2 связанный ну естественно что работает алгоритм точно за такое же время как алгоритм поисков в глубину то есть мы уже говорили о том что алгоритм поисков в глубину работает за время ОООО и этот алгоритм работает точно за такое же время ну просто за счет того что у нас в стеке дополнительная информация еще тянется о минимуме оно будет чуть помедленнее что там подсыпаем в в в в в в в Продолжение следует...